Это значит, что тяжелый период в его жизни, тяжелый. Он не чувствует любви от своей жены, не чувствует счастья. Ему надо где-то его искать. Мужчина, он очень нуждается в энергии любви. Женщина не так сильно нуждается. Женщина состоит из энергии любви, поэтому женщина реже пью. Почему мужчина пьет? Потому что бутылка заменяет энергию. Это тоже энергия любви, только низшего порядка. Это энергия любви, которая приходит через духов. Когда человек выпивает, он с духами связывается. Получает через них энергию любви. Очень быстро раз выпил, сразу. Все классно стало. Получил. Мужчина нуждающийся, у него нет своей энергии любви. Он может получить ее законно только из двух источников. От жены или от Бога. От жены или от Бога. Поэтому заставьте себя отдыхать в тех местах, где занимаются духовные практики. И это даст вам силы переварить ту энергию страдания, которую испытывает сейчас ваша жена, которая не дает ей возможности наслаждать вас, давать вам силы. И когда вы переварите и свою эту энергию невозможности отдыхать дома, и энергию жены страдания, то она так будет вам благодарна, что ее сердце, даже на фоне ее тяжелого периода жизни, вырвется вот эта любовь. И вам будет хорошо уже приходить домой. Несмотря на то, что по судьбе вам положено это будет только через полтора года. Вы реально можете за несколько месяцев уже достичь этой возможности. Через духовную жизнь сначала вам станет комфортно внутри, а потом вы это сделаете так, что ваша жена раскроется для вас рядом с вами. Если жена сама не дает любовь, то мужчина с помощью духовной силы должен сделать так, чтобы через нее любовь пошла. Женщина по факту такая же бессильная, как и мы. Она может и думать, что она источник любви, но по факту она просто ее передает как передатчик. Вся любовь принадлежит Богу. Поэтому иногда у женщины есть энергия любви, и мужчина с ней живет в это время. Иногда у нее нет энергии любви, и он ее бросает. Но настоящий мужчина, он не зависит от энергии любви жены. Он, когда она есть, хорошо. Когда ее нет, он своей духовной силой пробивает вот этот заслон. И через жену опять энергия любви идет. Но это называется благодарностью. Она говорит, я так благодарна тебе за то, что ты рядом. И через это вот чувство благодарности энергия любви начинает течь уже. Вне кармы. Просто потому, что человек победитель своей судьбы. В основном люди бросают друг другу. То есть вот этот ручеек любви перестал течь. Или у мужчины перестал течь ручеек защиты. Что для женщины то же самое. Мужчина дает женщине ручеек защиты. Он так ослаблен, ему так плохо, что ручеек защиты перестал течь. С этого момента женщина уже не хочет с ним жить. И это очень для мужчины очень обидно и чувствовать какой-то жестокости. На самом деле вот мы такие жестокие все. У нас нет глубины любви. Пока мы не занимаемся вот этой вот сан пожертвенной духовной практикой. Я могу привести такой пример. Замечали мужчины, что когда приходишь с работы и просто выжат как лимон. Очень сильно устал. То в это время вместо того, чтобы о тебе позаботиться, жена начинает конючить. Знаете почему? Потому что эта усталость забирает у нее чувство защиты. Когда мужчина очень сильно устал, она чувствует себя беззащитно и начинает опризничать немедленно. Хотя она умом понимает, что это неправильно, что надо наоборот заботиться. Но она не может это сделать, потому что у нее нет силы. Она пугается без незащищенности и начинает его мучить. Хотя он и так уже замучен. И ему кажется, что она просто действует как монстр. Начинает ругаться, кричать на них. Да? Может если мужчина приходит с работы уставший, женщина хочет о нем позаботиться. И он говорит, отстань, я не хочу тебя видеть. И ты не приставай к мне. И ты не приставай к мне. Так значит, чего женщина хочет? Позаботиться или защитник? Нет. Заботиться. Но почему она это делает? С целью какой-то? Помочь? Нет, нет, не помочь. Она это делает, потому что она хочет проверить, защищена она или нет. И когда он очень уставший, он говорит, я хочу отдохнуть. То есть он не может ей сейчас давать защиту. Какова забота в данном случае? Забота заключается в том, чтобы вы его не пробовали. Но вы не можете этого делать. Почему? Потому что вы хотите защиту. Поэтому вы его мучаете. Вы как раз говорите о том же самом, о чем я. Видите? Вы поймете, если вы помолитесь. Можно двигаться дальше. Мы прочитаем всего лишь одно утверждение от своих. У нас много вопросов. Простите меня. У нас много вопросов. Актомогического процесса совмещать молитву и тянуть полку? Так и надо делать, конечно. Но какое-то время надо делать только молитве. А остальное время надо совмещать. У нас не получается только молитв, потому что мы постоянно переключаемся. А если я занимаюсь, то… Нормально. Нормально. Но потом наступит такой момент, что вы поймете, что практическим делом хорошо заниматься, нужно сесть, сосредоточиться какое-то время на молитве просто. Но это следующий уровень развития личности уже. Потом будет. А сейчас пока правильно вот так. Мыть пол и молиться. Нормально. А можно я продолжу? Можно? А? Чуть попозже. Давайте. Женщина какая-то настоящая. Сами чего не стылаща. Афлика, она в-у-у. Ты чё, ты с ней не остановишь? Чё вы сказали? Это последний вопрос будет, да? Да? Наши последние минуты.